В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Совсем скоро в Москву придут теплые деньки. Осталось только отпраздновать Масленицу. Отведать горячих и вкусных блинов, выпить чаю из дымящегося самовара, принять участие в веселых народных забавах. В этом году масленичные гуляния пройдут в столице с 20 по 26 февраля. Масленица – это один из древнейших праздников. Праздник проводов зимы. Ее отмечали в марте, в дни весеннего равноденствия. Продолжались обряды в течение недели. В Москве масляная неделя по традиции пройдет ярко и шумно. С ароматами блинов, перезвоном колокольчиков, ярмарками, играми, народными гуляниями, выступлениями уличных театров и музыкантов, катаниями с горок и походами друг к другу в гости. В парках по традиции устроят блинные забеги, концерты с участием русских народных коллективов, богатырские бои, мастер-классы по плетению из сена и другим ремеслам. Встречать гостей будут скоморохи и ряженые. Финальным аккордом праздника станет торжественное сожжение чучела. Этот обряд ознаменует прощание зимой и скорый приход теплой весны. Подробности о местах и времени проведения читайте на сайте мероприятия. В Москве можно посетить выставку «Пиранези. Архитектурные миры» Сергея Резникова. За свою жизнь Джованни Батиста Пиранези построил всего одно здание, но это не помешало ему войти в мировую историю зодчества. Идеи мастера оказали мощное влияние на творчество последующих поколений архитекторов. Джованни Батиста Пиранези интересовал фактор времени, диалог между прошлым и настоящим. Совершенные им открытия повлияли на развитие зодчества, гравюры, дизайна, бумажной архитектуры. Идеи итальянского художника, археолога и архитектора развивают и современные авторы. Один из таких последователей Сергей Резников, занимающийся бумажной архитектурой. Его фантастические миры множатся и взаимопроникают. Превращаясь в метафизические откровения. Особое внимание мастер уделяет отношениям между светом и тенью. Подробности читайте на сайте выставки. Продолжим артефактами земель славянских. В Самаре состоялась лекция археолога, кандидата исторических наук Дмитрия Сташенкова. Он рассказал и показал на карте, где в границах Самары можно обнаружить следы древних поселений периода Каменного века и чем интересен средневековый могильник на Барбошиной поляне. Жигулевский заповедник, пещера братьев Греве и царев Курган – это самые известные ленивому обывателю места, где при раскопках находили разные археологические памятники. Но мало кто знает, что на территории самого города также есть множество таких мест. За все время было найдено достаточное количество стоянок, могильников и других памятников древности. По словам Дмитрия, если начинать с севера, то перечислять можно, начиная прямо от реки Сок. До наших дней дошли найденные там изделия из кремния и ножевидные пластины, которыми можно и выделывать шкуры и резать мясо. Также самые известные находки были обнаружены на территории Постникова оврага. Там еще в 1922 году начали находить каменные орудия и даже кости мамонта. Также богатые археологическими памятниками – студеный овраг и первомайский раскоп, который находится между нынешними улицами Новосадовой и проспектом Ленина. Судя по подобным находкам, можно сказать, что на Самарскую землю приходили люди в эпохи Палеолита, Неолита, Пронзы, Каменного века и Средневековья. Последние находки связаны уже с русскими поселениями XIII-XIV веков. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия приказами Министерства культуры Российской Федерации включены петроглифы, высеченные изображения на каменной основе, находящиеся на территории Хабаровского края в селе Шереметьево. Петроглифы датируют III-I тысячелетиям до н.э. Объекты, входящие в реестр культурного наследия федерального значения, обладают историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Шереметьевские петроглифы выполнены при помощи каменных инструментов художниками мезолита и неолита, принадлежавшими палеазиатам и к тунгусо-манджурским переселенцам. До наших дней дошло предание о том, что самые древние петроглифы были высечены таинственным народом Ха, некогда жившим на Амуре, а потом загадочно исчезнувшим. Возможно, Ха оставили свой след и здесь, близ Шереметьева. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 21 февраля в 19.30 по московскому времени состоится бесплатный интернет-семинар Александра Волоскова «Здоровый позвоночник». На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы. Как избавиться от боли в спине? Как избавиться от боли, дискомфорта и напряжения? Как исцелить позвоночник? Как обрести гибкость, силу и красивую осанку? Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Орле 26 февраля пройдут масленичные гуляния. Праздник выдержан в традициях Руси. С играми да забавами, песнями да плясками. Гостей ждут вкусные блинчики и торжок орловских ремесленников. В программе также вождение коня, медведя-плесуна, истории от неизменной бабки и веселого деда. Праздник пройдет в городском парке на Поляне Смотрителя. Начало 10.30. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 21 февраля, вторник. Человек и Вселенная. Появление человека на Земле. Автор-сказитель Фиденко Леонид Григорьевич. 22 февраля, среда. Метафизика и путь воина. Автор-сказитель Вадим Мосин. 23 февраля, четверг. День Бога Велеса. Автор-сказитель Дорислав Стариков. Начало эфиров в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол заказов» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио Все нужно, все важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok